Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Вчера я выпустил ролик, где французская мадам Пекрес, вот она на фотографии, ее называют здесь мятежная мадам Пекрес в Карабахе, вот видите, улыбающаяся, посетила Карабах, и после этого издательство газета РУ публиковало статью «Азербайджан разозлился из-за визита кандидатов президента Франции в Карабах». Ну, не то слово я скажу. Азербайджан вручил ноту протеста временному поверенному Франции из-за недавнего визита кандидата в президент этой страны Валерии Пекрес в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Об этом сообщается на сайте МИД Азербайджана. Этот визит в сопровождении других французских политиков в рамках избирательной кампании является нарушением национального законодательства страны, направленным против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, говорится в сообщении МИД. Ну вот что, Пекрес, да, посетила Карабах, она занимает пост главы столичного региона Франции и встретилась с ханкиндистом, с тями НКР. Видите, Раика Ратюняна там рядом. И даже сам Пашинян дал ей согласие на посещение Карабаха. Известно, что французского политика включили в список нежелательных лиц в Азербайджане. Так, ну вот продолжение по этой теме. Ратюнян, как бы сказать, воспрял, увидел, что французы его поддерживают. Мадам Пекрес приехала в Карабах, его поддержала. И он громко заявил, присутствие российских миротворцев в Карабахе должно быть бессрочным, заявил Раика Ратюнян. Как его называют там президент Карабаха? Какая-то такая должность непонятная у него. Президент российских миротворческих сил в Карабахе должно быть гарантированным и бессрочным. Об этом заявил президент Нагорного Карабаха Раика Ратюнян во время обсуждения в парламенте проекта госбюджета на 2022 год. Ну и вот он сделал заявление, считая, что присутствие российских миротворческих сил в Карабахе должно быть гарантированным и бессрочным, пока не отпадет необходимость в миротворческих силах. И в этом вопросе потребности и мнения народа Карабаха должны быть ключевым фактором, поскольку мы являемся основными бенефициарами миротворческой миссии. Он еще сказал, что одним важным направлением на пути к обеспечению надежного уровня безопасности является последовательное развитие возможностей армии обороны. У них армия обороны есть, оказывается. Полиция и службы национальной безопасности с учетом сложившихся реалий и ситуаций. Да, они там копают окопы уже усиленно, уже там вооружились, уже постоянный приток идет этих боевиков или, не знаю, армии их, или как ее назвать. В общем, они готовы обороняться до последнего патрона. Ну и, конечно, миротворцы должны их прикрывать грудью, как сказать, а как же без миротворцев? Ну и вот теперь даже азербайджанское издание АЗАЗ публиковало статью. Бредящий в сепаратистском угаре Араик озвучил претензии армян в Карабахе. Вы видите, бредящий в сепаратистском угаре. Вообще бредит. Так, армянские аппетиты. Сепаратисты считают, что присутствие миротворцев должно быть бессрочным. Преддает АЗАЗ. Ну, как я вам и говорил. Так, представитель армянских сепаратистов Раик Ротюнян принял участие в заседании на собрании и заявил, да, что миротворцы должны быть оставаться навсегда. Так, и он отметил, что что еще тут? Что французы им еще помогут. Как видим, армянские аппетиты так и не исчезли. Сепаратисты хотят вечного присутствия российских миротворцев на территориях Азербайджана, чтобы под их крылом вооружать и обучать собственную армию диверсантов и террористов. Для чего? Судя по всему, для того, чтобы осуществлять новые провокации и теракты на наших землях. Да, недавно они подложили мины, две. Одну противотанкую и противопехотную, и двое служащих Азербайджана, которые занимались ремонтом, там, коммуникацией, наступили и оба насмерть подзарвали. Ну, вот они любят, да, мины ставить. Там под городом Шуша была заминирована как раз территория. Далее Раик Ротюнян разошелся и заявил, что сепаратисты продолжат борьбу за безоговорочное признание права народа на самоопределение и возвращение оккупированных территорий. А, они еще хотят возвратить территории, которые Азербайджан освободил от оккупации. Под оккупированными территориями, бредящие в северопаратистском угаре, Раик подразумевает земли Азербайджана, освобожденные через 30 лет оккупации и агрессии стороны Армении. Ну вот видите, как эта мадам приехала, как сказать, возбудила Раика, он уже вот и бредит нацию, что он хочет освобождать земли, уже эти, которые сейчас Ильхам Алиев, ну и армия под командой Ильхам Алиева освободила. Так что новостей будет в следующем году много. Еще армяне пойдут в бой освобождать свои земли, бывшие вернее, извиняюсь, которые принадлежали, которые хозяин Азербайджан, но не хотят их вернуть, а как же. Французы-то им помогут, Франция с ними. Вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.